угадайте кого можно поздравить с тем что он забыл gopro дома когда так вышло чтобы проверь всю ночь не заряжался он был пустой я его воткнул на зарядку когда вышли сели в машину я понял что gopro у меня с собой нет так что весь выпуск из зоопарка дисси будет вот так короче ехали мы сюда полчаса мужик заблудился его карта отвезла куда-то не в то место он понятия не имеет где вход зоопарк всю дорогу пытался объяснить что вам не туда вам не туда мы говорим нет нам туда у тебя запара с gps игры вообще не парься чувак тебе каждую минуту каждую милю оплатит лифт а ты просто езжай куда я тебе говорю достали телефон начали ему говорить объяснять вот приехали смотрите прикол панда везде панда 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 она когда-то была пока доня не нарушил тут всякие санкции да что пока не нарушил здесь всякие санкции и всех панк позабирали сан-диего и все такое здесь никсон по моему летал в китай он договорился ему дали две панды они 50 лет здесь жили и плодили потомство китайцам и все такое сейчас аренда подошла концу забрали и у них было написано что они скоро приедут я сейчас спрашиваю привезли она говорит нет до следующего года никого не привезем вот такой вот огромный зоопарк в ренту такой дабл строллер 15 баксов вот зашли в туалет сходить ручки помыть аптечка выращивать да жаль что панк нет но есть маленькие панды красные смысле хотя это не панда нифига это енот больше но как то так же берем строллер такой и едем да сейчас поедешь цикады вам нравится или пешком хотите идти хочешь ехать или идти ехать чтоб сомневался так чита гепарды идем гепардом для начала цикады фигачить сейчас одну вот такую сфотографировал вот такая вот сидит греется я думал дохлая не живая была оказывается у этой читы была операция мими где пятнышка как мими а у нее одного глаза нет правого маш да ну ты не сказал что на глаз я теперь вижу глаза нет операция видимо на глаз была реально поехали 30 миллионов зубров было вот где они были в красном вот эти пятнышки оранжевых где они сейчас есть 120 животных за 40 минут уничтожалось было 30 лямов оставалось сегодня 30 тысяч а их истребили до того где-то на руси нашла вот их осталось всего лишь 323 125 штук прикиньте 325 было и начали восстанавливать сейчас их 30 тысяч вот таких вот красавчиков ну вот черепушки смотрите как их просто забивали а чё сэр и сюда приехали индейцам то много не надо индейцы прокормить семью он пошел бизона забил притащил и они его месяц жрали а эти приехали охота давай охотиться все поистребляли черти слава богу додумались начали сохранять но ребята я вам честно скажу насчет загонов насчет загонов слушайте мне напоминает зоопарк берлина вроде как бы и немало но и не дофига много а если сравнивать вот зоопарком окланда или даже зоопарком сан-франциско но ребятки там прям я вот сан-франциско маленький зоопарк очень маленький а место для слонов раз в 10 больше для страусов они там бегают они думают они в австралии реально про около тебя вообще молчу там просто нереально сколько места сан-диего один из лучших зоопарков мира сингапур вот это зоопарки а это что это берлин мало места куча животных ну вот это вот для слонов сколько здесь слонов 34 я не знаю сколько их нет клетку чистят их убрали но это мало и там он на улице чуть-чуть эти нажимать начали опять бегать и вот почему я рад что у нас не было такой коляски где они друг с другом сидели это просто битва какая-то во первых за застежку потом за место под солнцем я сижу справа нет я сижу справа нет у тебя кепка не так висит на пахаре другой нас ноги боже мой я не знаю что за монстра вот реально рад что у нас коляска была одна за другим этого ним с детства друг друга поубивали вот так и гуляем вон маруся с тещей с майком вот истерик на ручке не ты будешь здесь сидеть вот так вот сидит орет две-три минуты потом я говорю ладно иди сюда он подбегает его за ручку веду до тележки и вот в этот момент пока он подбегает он осознал я его веду туда тишина подходит к тележке и опять начинается истерика или дерется с братом или на ручке и опять его вот так высаживаешь он сидит люди смотрят иногда он орет прям реально орет люди смотрят на него его становится жалко смотрят на меня думают вот идиот у тебя ребенок орет а ты стоишь а как иначе на ручке ладно на ручке пофиг печеньку дашь печеньку если дашь вторую дай печеньку третью четвертую дай палец хочет всю руку и по-другому вообще никак и псих еще тот теперь сидит он нашел чем заниматься ему пофиг на все на танец лошадки да вон еще лошадка смотри на лошадке слушайте это продолжение этого слонячего вольера что-то я тут сказал что эта фигня мы вот здесь вот были где-то где-то здесь по моему вот здесь внутри помещений окажется вот эта территория на улице и вот такая территория слушайте пол зоопарка под слонов это зачет вот это я понимаю это не меньше чем ну окей ладно это меньше чем в сан-франциско но вот это и вот это я понимаю вот это вот прям судя по картинке это прям круто вот таким дротиком его усыпили такую таблеточку ему дали по рации сообщили мы завалили слона пристегнули к нему gps срезали бивни чтобы вы никакая скотина из этого ружья не 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 завалила вот вот так вот слоники и живут потому что бивни шахматы кто-то хочет делать коллекцию он видите ли себя на стену хочет повесить как прогуляться здесь приятно всякие водопады здесь вот туннельчик какой-то был там дорога дальше вверх идет там мост отличный прямо над вольером со слонами можно будет посмотреть когда они будут гулять много тени что очень хорошо и вот такая везде дорожка вот с коляской без коляски вообще кайф прогуляться здесь прикольно ты не ходишь от клетки клетки ты ходишь какие-то лабиринты вот мы посмотрели на слонов условно еще до следующего животного это если без без остановок идти на те пару минут надо вот мы идем слушаем цикад наслаждаемся природой теньком и прохлады там она слышу обезьяны орут но до них блин еще идти минуты две то есть хорошие такие расстояния как я еще раз говорю зоопарки например из крупных я беру зоопарк берлина от клетки клетки от клетки клетки столько животных там их просто полно это один из лучших тоже зоопарков мира но место в европе шандруна берлин да самые самые лучшие самые большие я не спорю но вот говорю то что от это от клетки клетки так много животных и так мало территории здесь же животных соответственно поменьше но и ой выдрочка две выдрочки мальчики выдрочки ой 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 какие побежали 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 ой 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 о забыл ход смотрите серый тюлень водом плывет вот такой атлантический у нас такого нет смотрите какой шерстяной вот так вот вон они вода какая прозрачная как в тихом океане не то что атлантика мутная ребят вот еще один дрейфует тут мишка наша где вон та пятнистая ой ой пузиком лапкой ударил по воде ой 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 и греща у них смотрите играются ой 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 белого медведя на тебя не хватает как смотри ваш стоит в воде смотри ой как красиво лапками красотища какая фонтанчики фонтанчики здесь фонтанчики эти как услышали слушайте здесь три морских львицы и один огромный морской лев он они плавают вон они пойдемте вот ну морские эти львы самки плавают плавают такая подводная лодка огромный самец я только у таких огромных что не видел вот тоже хищник отвечай если бы не акула если бы не акула и не касатка вот это были бы они без наказано бы просто уничтожали все они бы все грызли маечко смотри вот где у вон он вон внизу смотри эти львы сюда водичку смотри вон они плавают сейчас приплывут натанчик тоже смотри это просто еще тот хищник такая подводная лодка. Я говорю, просто им не повезло. Вот она, вот она, вот она плывет, смотри. Вот она морская. Ой, какая. Это наша. Вот он, этот самец. Он просто огромный. Он просто гигантский. Ой, великанчики мальчики, смотри. Где будет еще большой? Сиди, сиди, жди, он сейчас приплывет. Вот он. Нет, сядь, сядь, сядь. Ищи, ищи, где большой будет. Ты папе покажешь большой где. Покажешь? Давай, ищи, ищи большой. Вот он большой. Да, очень большой. Ну, слушайте, он с меня размером, а то еще больше. Ну, в смысле, в длину. Такая подводная лодка в 2-2,5 метра. Тушечка такая. Вон пеликан сидит. Вон он. Тут написано, что в дикой природе нашлись с поврежденными крыльями. То есть, они летать не умеют. Вот они здесь пусят. Один вижу, а второй не знаю где. Где-то здесь тоже должен. Вот большая птичка на берегу. Это пеликан. Пеликан. Вон он сидит на бревнышке. Здесь не рыбки, Майк. Здесь тюленчики те же, которые мы видели. Иди, смотри, смотри. Сейчас проплывут. Вот и аквариум. Аквариум Балтимора у нас завтра отменяется. Мы поедем к нам в Монтеррей. Смотри, сейчас тюленчики приплывут. Натаниль тоже прибежал. Вон он плывет. Смотри, смотри, плывет. Вот он. Сверху, сверху, наверх смотри. Вот они все втроем. Вот они, Майки, ручкой. Маши ему, маши, маши. Красавчики. Вот они, да. Где самый большой самец? Огромный такой. И три самки. Вот она плывет. Туннельчик, смотри, два. Вау. Вот она, вот она. Вот он большой какой. Вау. Три Миши, два на дереве. Вот один, вот второй и вот один. третий. Ой-ой-ой, посмотрите. Видите Миша на дереве? Не-не, сиди там, смотри, мой хороший. Ой, полез, полез. Смотри, по дереву какой. Минечка, да? Это реально большой енот, смотрите, задницей. Повис, застрял. А что это за медведь? Анский? А, ну да, какой-то горный раз по деревьям лазит. Я думаю, вот это белое пятно у него, как у гималайского. Ага. Анский медведь. Какие прикольные. Нет, не упадет, он хорошо умеет лазить. Видишь, лапки у него висят, он там жопкой застрял на дереве. Ой, чешется, чешется. Прям пытается с одного дерева на другое перелезть. Ой, так вот, последнюю лапку осталось. Миша, держись. Миша, мы за тебя, за тебе и за тебя не бывает. Ой, какой молодец. Да, Миша, молодец. Ой, другой Миша к нему ползет. О, ну как, класс. Это реально как Мия Сьера. Сьера забралась наверх, слезть не может, потому что Мия терроризирует там снизу уже. Нет, я бы сказал, Мия снизу загнала Сьеру. Какие клевые. Миша, вверх не упадет. Миша, вверх не упадет, нет. И не упадет. Не пойдет. Нет, не упадет, не упадет. Он вниз идет, он висики идет собирать. Слушайте, ну что я могу сказать об этих красавцах? Они карабкаются на деревьях, чтобы фрукты там поесть. Плюс они там спят на деревьях, а теперь барабанная дробь. Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Они строят гнезда. Офигеть. Гнездышки? Серьезно? Пусть лазит. Ой-ой-ой, как быстро, а. Ой, молодец какой. Миша слез, и мы тоже уходим. Все, мальчики. Он не упал, он слез. Помните, а вас не было, хотел сказать. Помните, мы в Йеллоустовне видели, как медведица и три медвежонка по дереву слазили. Как это быстро было. Ой-ой-ой, маленький совсем. Побежали. Натанчик, кто здесь? Амазонка, скаты, да? Ой, какие большие. Пиранья где? Ой, какой, ничего себе. Это пироруку, что ли? Где нарисовано? Кто это? Нифига себе. Серьезно, кто это? Араванна это. Араванна. Не знаю такую, но похоже на пироруку. А тут еще попугайчики какие-то. Лианы. Реально Амазонка, смотрите. Майки нельзя туда, маечка. Аккуратно. Сколько скатов, а? Вот такие вот красивые. Freshwater Stingray. Бар был какой-то. Redtail Cutfish. Это красноперый, краснохвостый сом. Blackpacu. Не знаю. Arapaima. И Rancho Fish Senses. Короче, вот этот, вот он. Ни хрена себе. Слушайте, если бы пиранья была размером с этого дурачка. Обалдеть. Только он где-то с метр десять, наверное, в длину. И в высоту, наверное, я бы сказал, с полметра. Слушайте, они гигантские. О, вон она, пироруку. Вон она. Это пироруку, я вам отвечаю. Вот она. Они ее по-другому называют. Arapaima. Но это Alligator Hecht. Вон они, две штуки. Боже мой, какая. Здесь те же самые черепахи еще есть какие-то. А, вот черепаха торчит. И вот черепаха. Слушайте, там осетр какой-то мертвый лежит. Ну, в живой смысле. Говорю в гуглу пироруку. Он мне пишет гигантская аrapaima. Что значит аrapaima? Это пироруку. Рассказывают они мне. Я лучше знаю, чем у них тут нарисовано. Это пиранья стоит. А все, здесь аквариум закончился. Ну, короче, это щука-аллигатор. Если переводить с немецкого. Я ее как пироруку знаю. Вот как вот эта вот аrapaima впервые слышу. Ага. Слушайте, а это осетр камбала. Я не понимаю вообще, что происходит. Обалдеть. Он как осетр, только как камбала. Там пиранья, Маш. Вот она стоит, красавица. Ножку туда опустишь. И все. Нет ножки. Ой-ой-ой, что-то зашевелились, зашевелились. Волнение пошло. Он услышал слово кушает, кушает. Попугай, пиранья, попугая кушает. Чего? Я думал, пиранья кушает. Это салатик, рыбка присосалась. А все потихоньку рыбы салат едят. Это тоже пиранья, да? Рыба вегетарианец. Вот она, смотри, рыба вегетарианец. Как она точит. Смотрите, как точит. Это пиранья тоже. Скорее всего. Но это паку. А это сильвердоллар. Серебряный доллар это, ребятки. Это не пиранья, а отбой. Зубов не вижу. Это всего лишь серебряный доллар. Хотя бы золотым был бы. Ой, ламантины. И дельфинчики. Куда побежали? Куда, куда, куда? Ухарь. Скаляры. Миссия невыполнима, но благо я знаю, на каких деревьях они живут. Здесь есть ленивцы. Я пока только ибисов вижу, вот розовых. Кто это? Левак. Кто? Фламинго, ты хотел сказать? Нет, это ибис. Ибис бывает красный, а бывает белый. Белый, когда он еще эту хрень не поел, который фламинго едят, а когда наест, то он тоже как фламинго розовый. Давай ленивцев искать. Давайте ленивцев искать, да? Маша, вот он. Смотри. Привет! Полетел, птичка. Полетел, смотри, птичка летает. Ой, полетел, полетел, полетел. Ой, веточку, смотри, нашел, гнездо отнесет. Ой, покакал. Ни хрена себе. Be careful. Листик! Ой, несет, несет, несет. Бог мой, он прямо передо мной, перед ногой листик упал, если бы он мне на голову упал. Слушайте, я аж думал, я по-китайски понимать начал. Короче, толпа китайцев, ну азиаты. Я думаю, китайцы. И, короче, мы выходим, а там птица, которая морда, пассатижи. Да, морская свиночка. И я, короче, прохожу аккуратно, чтобы птицу не спугнуть. Она взлетает. И я говорю, я аж думал, я по-китайски начал начинать. Она кричит, я не знаю, что это на их языке значит, но она кричала, нахояу, нахояу. Я думаю, она мне накричала, нафига я пошел? Но я надеюсь, это не так. Говорит, зачем ты, зачем ты? Нет, 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 стоп, 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 сюда мы не нажимаем, пойдем. Все, короче, закончили здесь террариум. Осталась игровая площадка, с полчасика они побесятся. Львы и тигры. И надо выходить где-то местечко искать, чтобы они уснули. Как-то так. Какой гений маркетинга поместил львов и тигров на самом отшибе. А еще, чтобы заработать больше денег, они специально поставили гребаную огромную карусель. Смотрите, она просто гигантская, огромная карусель. И дети увидели ее вперед, львов и тигров. Если здесь еще льва и тигра не будет. Ну, он-то есть, только его нет. Не. Ну, вон там посмотреть, может, в том есть. Здесь его нет. Здесь, по-любому, судя по бамбуку, тигр живет, а не лев. Четыре бакса. Не только с детей, еще и со взрослых. Обалдеть. Короче, майки. Хочу обезьянку, обезьянку, обезьянку. Какой арангутан был, но нет, вот он выбрал горилку, черную горилку. Майки. А Натанчик, сейчас я вам расскажу. Тигр, говорит, хочу. Тигр. Проходит тигра. Нет, мама, не тигр, потому что тигр ему не понравился. Где он? Вот он. Почему-то не понравился. Говорит, жирафик, жирафик. Потом жирафика на кресло, с кресла на какого-то землеройка. Я отвечаю, какая-то белая землеройка с клыками, такая страшная, как крот. Боже мой, зачем? Вот на тюленчика лучше бы сел. Так, ну слушайте, это грабеж с каждого по четыре. Хорошо, не с каждого по восемь. Армадилло. Броненосец, ребятки. Орикс. Это символ Qatar Airlines. Теща летала уже дважды Катаром к нам. Или один раз, нет, дважды, по-моему, Катаром. Или один раз турками. Дважды Катаром, вот. Турки отменились. Турки вышли дороже, чем Катар. Вот. Дважды Катаром летала. Поэтому знаю, кто у них символ там. Окей, thank you. Сэр говорит, уйди здесь, выход. Че ты встал тут, людям мешаешь пройти. Майки, вот. Вон пингвинчик клевый, морской конек, тюлень. Нет, блин, землеройка. Нет, ну посмотрите просто на вот это вот. Сморщенное создание вот это. Вот это что? Ва! Вон. Боже мой. Как так можно? Натанель, ну у тебя и выбор. Натанель. Натанчик. Натанчик. Майки. Ох, какой красавчик. Горилка. А вон сверху. Да, мать. И батя такой с серебряной спиной. Он дзен поймал, смотри, у него на ноге. Ребята, он дзен поймал. Вот обезьянка, какашки свои ест. Я серьезно. Боже мой. Я не могу. Офигеть. Да она какашки жрет свои. Она достала только что. Батя слез по ходу дела. Ты что жрешь, скотина? Тот как ломанулся, короче, голопом. Мать даже проснулась, говорит, не трожь, вон он его гоняет. Говорит, отдай. Брось. Ой, он маленького детеныша. Ой, играется. Кувыркнулся прям. Нифига себе он его кувыркнул вместе с собой. Все, она подобрала его. Обалдеть. Он просто схватил у нее маленького ребенка и сделал с ним сальто. Выронил его. Боже мой. Офигеть, он видел, какой сальто с ним с детенышем сделал? Башкой его об пол. А, так это этот. Это не отец. Отец вон он сидит здоровый. Это вообще мелкий какой-то хватанул ребенка. Вот батя и проснулся поэтому, а не за какашки. Он понял, что что вообще, ребенка ты куда трогаешь? Вон с матерью подошли, забрали и все. Вон сидит, какая голова. Короче, вот этот молодой самец. Схватил вон того маленького гореленка у этой самки. Просыпается батя, вон тот самый главный. Пошел как нашвырял этому. А тут еще одна сидит сверху. Это бабушка, короче, я как понял. Если вот эта молодая мать, по ней видно, что эта мать, и она большая. То вот эта бабушка. Так и получается. А эта, фиг его знает, это их первый детеныш, как вариант. Ревнует, швыряет маленького. О, а у них два таких. Что ты здесь делал? Эй. У них два, видишь, это их два? Это их два ребенка? Таких. Стой. Постарше которой. И у них родился маленький, и поэтому эти, которые постарше, его терроризируют. А вон та бабушка сверху, судя по коже. Это? Да. Это молодая? Нет, нет, нет. У нее прям все висит в складках. Там плосница вся с шерсть. Она молодая. Не знаю. У старых всегда есть шерсть. Нет. У нее еще нет. Какой красавчик, смотрите, выковыривает пальчиком листья салата. И тот тоже там. Ой-ой-ой. Майки, тебе нравится обезьянка? Да. Одни из самых умных. Ну, а рамутаны красавчики. Я хочу очень на Суматру попасть, в дикой природе их найти. Пойдем, пошли шампанзе посмотрим. Пойдем. Вон туда. Иди. Вон они там, шампанзе. Здесь кто? Тоже. Вон он спрятался под одеялком. Смотри, сверху под одеялком спит. И трясет одеялом. А вот он тоже тут обкутался листиком, спрятался. Жарко ему. Обкутался простыней. Это тоже арамутан какой-то. Только он не такой оранжевый. Прикольно закутался. Только что вылез, закутался весь. И салатик точит. Прямо здесь в зоопарке спросили. ЖК. Он говорит, а вообще проблем нет, пока вы в клетку гиббоном не лезете спать. Рядом на травке ложитесь. Если они вас не напугают. Я говорю, если наши дети не напугают обезьян, то... Он говорит, нет проблем нет, на травке ложитесь. У меня Натанечка уже уснул. Офигеть. Я взял его на руки, достал телефон, начал снимать. Сейчас расстелим покрывашку. Детей покидаем. Они поспят час-полтора. И потом будем выдвигаться уже из зоопарка. Потому что если мы из зоопарка выйдем, мы в городе. И где их там укладывать, понятия не имеем. Вот сейчас надо найти какое-нибудь местечко. Вон травку нашел прямо в эту осоку. Запульнем их. Их там накроет. Я сейчас высыпем нормально. Я пойду что-нибудь найду. В желудок запихать себе. Простыми словами нельзя разговаривать. Один репетинок спит. Маша пытается второго уснуть. Теща уснул еще вперед. Чем дети уснули. Маша. Ну сейчас я говорю, если усыпит. По-любому будет что-нибудь работать или... Да, она найдет чем заняться. Я в поисках пиццы. Ибо Маша с тещей с собой еду брали. У детей по-любому еда есть. Я один без еды. Там у входа я видел была пицца. В надежде, что она еще есть. И это не самое главное. Самое главное, чтобы очереди не было. Погнали. Ой, красавчик. Посмотри. Ой, сейчас хоба там... Ой, смотри, кушать. Смотрите. Дети выспались. Час. Другой час. Пятнадцать. Поспали. Здесь слоник. Там на горизонте еще слоник. И вон с той стороны забора тоже два слоника. Четыре слоника. Я больше не видел здесь. Ну красивый какой. Какой индийский слоник. С маленькими ушками. Ой-ой-ой. Какая красавица. Пришла поздоровалась. Говорит, привет. Ага, это работница. Ой-ой-ой. Ой, он здоровается с ней. Ушками, ушками как. Ушками. И носиком. Нравятся мальчики? Мы поедем потом в Тай. Будем мыть таких. Две девчули. Одной полтинник, другой тридцать пять. Вот. Это родилось в Шри-Ланке в питомнике. А это в Канаде. В каком-то Калгари Зу. Калгари, это Канада? Вот. Там родилась. Потом это когда в Шри-Ланке родилась питомник. Ее тоже в национальный зоопарк. А, она сюда приехала из Шри-Ланки. А это из Канады сюда приехала. Здесь они познакомились. И вот уже с 2014 года они уже 10 лет вместе живут здесь. Две девчонки эти. Какая красавица. Стоит тут, демонстрирует. Тетенька рассказывает про нее, показывает. Она пьет, кушает, не буянит. Я бы взял хобот, облил всех. Просто был бы я Натанчиком. А Натанчик уезжать не хочет. Он говорит, поедем? Нет. Он говорит, я еще не посмотрел. Стоит, хочет смотреть на слоника. Смотрите, какая красота. Зачет, да? Вот это я вам достопримечательность показываю. У меня вот собор. Все еще где-то вчера нашла. И мы приехали. Маша говорит, там перед собором еще вид на Вашингтон. Ну, посмотрим. Что-то, типа, третья самая... То ли какая-то третья в США. Где первые две, меня не спрашивайте, понятия не имею. Я даже не знаю, что она третья. Самая большая, самая старая, самая высокая. Что? Где что там? Вон там дорога сломалась? Да. Да, ее, видишь, дяденьки делают, новую делают. Вот. Ну, идем, посмотрим. Что-то такое. Европейского стиля. Те две башни, типа, Нотр-Дам. Слушайте, прикольно. Вот это прикольно, на самом деле. То, что вот этот собор, Маруся говорит, в возрасте от 8 до 13 лет детям предложили нарисовать, что они хотят увидеть вместо горгули. Вот морду Дарта Вейдера, потом вон какая-то кошечка, какой-то крестик и какая-то сова. Вон они все четыре, кстати. Вот кошка. Мистер Вейдер. Какой-то гном. И какая-то девочка непонятная. Такие дела. Но мы пока еще никого не нашли. Ой, собака. Ой, собака. Ну, не знаю, может, кого-нибудь найдем. И здесь где-то Viewpoint должен быть на весь DC. Маша говорит, карта показывает идти 3 минуты. Сейчас пойдем, посмотрим вон оттуда. Давайте вовнутрь зайдем, раз уж здесь. Ну что, ребяточки, смотрите. Как по мне, так жалкая копия Нотр-Дама. Вообще вот просто. Маша говорит, ну да, это Америка. Типа Эфелева башня в Вегасе. Вроде Эфелева башня, но извините меня, это далеко не Эфелева башня. Хорошо? Вот. Ну, видно, она новая, из кирпичика, ничего не потерто, ни времени, ни истории, ничего. Просто Маша говорит, по размерам третья в Штатах. Что такое мой хороший? Что ты нашел? Орешек? Пойдем, белочку теперь найдем, белочке дадим желудь. Вот. Пойдемте на обзорку, посмотрим и в Джорджтаун. Короче, вида отсюда мы никакого не увидели, зато нашли сад. Дети бегают за белкой, пытаются накормить желудями. Вон бабушка какая-то позвала Натанчика и говорит, вот белочка, вон киней желудь. Кинул и бежит, бежит довольный, бросил желудь. Сейчас через 6 минут за нами приедет Ford Expedition и отвезет нас уже в Джорджтаун. Сегодня последний вечер, завтра я с утра забираю машину с вокзала и возвращаемся в Нью-Йорк. 5,5 часов нам до Нью-Йорка ехать. Такие вот дела. И два последних дня в Нью-Йорке протусим, прежде чем домой лететь. Слушайте, это Генри машину придумал такую. И если ее переводить, то переводится как экспедиция. Тихо. Тихо, да только тихо можно окей говорить. Нифига себе, там экран. Это последняя модель и это... Тихо, окей. И сказали тихо. И помимо того, что на переднем сидении и байфара короче сидят как в кресле, здесь на этом ряду, тоже очень комфортно. Еще и сзади ряд, где тоже комфорт и место для ног футбол играть. Так еще и багажник. Мы на таком катались, буквально позавчера нас такой подвозил тоже. И я посмотрел и думаю, а багажник, ребятки, вообще ни о чем. А это версия Макс. Я не знал, что такие форды еще и Макс есть. И вот у него, он удлиненный, и вот у него багажник. Офигеть. Здесь вот реально место. Ну, чуть меньше, чем в моей Сиене, но это внедорожник, на секундочку. Это не минивэн. Это размер субурбана, только здесь багажник больше. Слушайте, вот это вайп мы сейчас через Джоштаун проехали. Какая красота, вот как я его в прошлый раз помню. Но нам вон туда, Маш, вон к тем постройкам. Эстакада такая. Вот такая улочка, красивые домики. А мы вот сюда, фонтанчик. Сейчас на полчасика здесь встанем, дети побесятся. Вот, кстати, форт, который нас вез. Вау, он огромный просто. Вау, какой Харлет Дэвидсон. Ты фонтанчик пойдешь, да? Он допил, он говорит. А, допил, молодец, молодец. Беги. Положи это. Положи, вон туда положи. Эй, это нельзя трогать. Натаня, я тебя сейчас выведу оттуда. Иди играйся. Оставь это. Под охраной. Майки, нет, слезь, быстро. Здесь горячо, ножком будет. Быстро в воду. Дай маме это сюда, дай. Дай маме. А что ж, мать, а? Иди сюда. А, вот мой. Какая свинья здесь бухала, отвечаю. Все, намочился. И второй тоже. Водички бегайте. Майки, вот отсюда, беги вот сюда, Микель. Смотри. Натаниэль, беги вот здесь, вот здесь беги. Вот туда, вот туда, под фонтанчиками беги. Вот, Майки, молодец. Вот так, вот так, вот так, вот так. Быстрее, 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 быстрее. Натанчик все башкой сбивает. Ой, Майки, молодец. И теперь назад. Боже мой, воду нашли. Плавай, водоплавающие. Ныряй, ныряй. Тот пополз, поплыл. Маша говорит, вот поэтому я футболки с них не сняла. Майки, Майки, водички, вот здесь плавай. Не надо там. Вот здесь, вот здесь, где много воды, тут плавай. Вот здесь, вот здесь, да. Купайся, ложись. Ложись, плыви. Вот, Натанчик, молодец. Смотри, братик плывет. Боже мой. Наводнение, потоп, ребятки, потоп. Ой-ой-ой, фонтанчиком по жопке. Там горячие, стоп, стоп, стоп. Бетон горячий, быстро, водичку. Бегом. Вот это я очень хорошо помню. Вот он, город Арлингтон, штат Вирджиния. Вот здесь мы с Марусей вечером гуляли. Мы пришли оттуда, с Джорджтауном весь, ну, я не знаю, где-то, километра два оттуда сюда шли. И вот по этой набережной, вот в этот центр, комплекс, там вот какая-то площадь, небольшая кафешка. Там люди пели, люди пили, люди ели. А мы с Марусей вот так вот насквозь прошли и шли вон туда, 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 вон аж до того моста. Мы еще думали, вечер, цикады стрекочут. Вообще красота, благодать. Нам никуда не надо. Да мы вдвоем такие молодые, красивые, хотел сказать, холостые. Нет, без детей. Я еще говорю, пошли на ту сторону, в Вирджинию прогуляемся, Маруся. Не-не, пойдем. И мы отсюда шли к Вашингтону. Ой, к монументу Линкольна, вот. Прикольные воспоминания. Разуйся, сходи в фонтан, поиграй с детьми, подумал Сережа. Чего я не предусмотрел. Я-то под эти дюзы не лез, но чего я не предусмотрел. Так что дети могут рукой ее хватануть и брызгать в разные стороны. О, Боже мой. И что я не предусмотрел, что они некоторые ниже, некоторые выше. Вот, и тоже одну башкой сбил, а там уже было поздно. Фух, ну зато освежился вообще кайфуческий. Наши вообще просто забег устраивают. Туда бегут, ноги начинают гореть. И назад в воду. Потому что это стоянь раскаленная. На улице 28, 29, что-то такое. Бегают в воде, на танчик подбегает и говорит, мама, хочу писать. Ты в воде, в трусах стоишь? Нет, все равно писать. Отвели, пописал. Красавчик, чё? Вот только отошел кораблик. Экскурсионный. Что? Игрушки? Давай найдем место, мама кофеек возьмет. И сядем, и выпьем. Машина, смотри, какая крутая, по воде едет. Какая красавица. Вот вам. И машины по воде плавают. Лодка такая прикольная. Бугатти, между прочим, если я не ошибаюсь. Ну-ка. Ну, что-то похоже на Бугатти. Нифига еще колеса поворачивать, я в шоке. Вот фонтан. Вот этот, я помню, вот эта круглая площадь. Кафешки, кафешки, музыка. И вот этот огромный фонтан. Только, по-моему, в нем купаться нельзя, если я не ошибаюсь. Майки, ручку держи. Папа плавать не хочет здесь уж точно. Ну, слушайте, прикольный, Тачан. Реально моторная лодка. А вот и площадь. Смотрите, какая красота. Вот это я помню. Очень красиво. Ручки мочить можно, а купаться нельзя. Пойдешь? На животик лежать, ручки мочить пойдешь? Аккуратно только. Сам аккуратно. Держись. Аккуратно. Майки, на животик ложиться, ручки мочить. И это куда же. Так, они сухие. Сейчас будут мокрые, да? Сменки у нас больше нет. Ну, красота, ребят. Прикиньте, жить вот в этом отеле. Сильно шумно, я тоже об этом. Последний взгляд на Джорджтаун. Уезжаем. Знаете, что сейчас было? Один забегает, бежит, другой его толкает. И этот весь в воду, весь мокрый. Ботинки, шорты, трусы, футболка. Чистое все то, что было чистое. Сухое стало, чистое и мокрое. Переодели и ботинок-то у нас запасных нет. Ботинки и носки он аж хлюпает. Едем домой, переоденемся и около дома погуляем на площадке. Конечно. Что, в Джорджтауне же делать нечего? Мы же только приехали, мы же так успели все посмотреть и уезжаем отсюда. Да. Кто виноват в этом перформансе? Майки. По-моему, ты его толкнул. Нет. Что нет? Задница ты с ушами и щеками. Домой. Ты танцуешь? Танцуй. Покажи, как ты танцуешь под Мадонну. Покажи. Натанчик танцует? Погнали домой переодеваться. Что-то нам на Хайлендер везет. Вот реально, что каждая вторая машина Товета Хайлендер нас возит. Мы сейчас дома будем рисовать. С собой возьмем и пойдем в парк. Хорошо? Что-то мы далеко уехали. 33 бакса и полчаса езды от дома. Так, не кричи, просто танцуй лучше. Чего вы балуетесь опять, мальчик? Чувак такой, садимся, он говорит, вы на каком языке говорите? На русском. Он сразу Сири спрашивает. Ну-ка, включи мне какую-нибудь русскую песню. Он, короче, показывает песню, а там на ней написано «Meine kleine Hände hoch». На немецком. Ни хрена себе русская песня. И вот так вот каждый раз домой приезжаем, и они начинают дом разносить. Прыгают, бесятся. Ломают себя, ломают диван, ломают все. Дерутся, убивают друг друга на этом диване. Если бы была, я не знаю, там песочек, лопата, один бы закопал другого. Так, у нас около дома парк и игровая площадка. Буквально минут пять идти. А время, а время без семи минут шесть. Ибо у нас один аквалангистом решил стать. Вернее, брат сказал, что мой братик будет аквалангистом. Мы приехали домой, переоделись, сейчас все сухие, выйдем на площадку. Целый час там посидим, пускай они выплеснут энергию перед сном. Перед тем, как они диван окончательно доломают. Ибо завтра все равно уезжаем отсюда. Это диван на последнюю ночь. Да? Да, вот это прыжок был. Эмансипация, короче, ребятки, написано. Freedom's Memorial. Абрам Линкольн, а перед ним темнокожий мужик. В цепях. Видимо, я не знаю, что такое эмансипация, честно. Но, видимо, дарование свободы. Говорит, ты свободен, теперь ты не холоп. Иди, говорит, живи и сам, короче, занимайся своими делами. А он такой, в смысле? А я, кроме как рабом быть, никем не умею. Можно я у вас жить буду? Он говорит, хорошо, тогда я тебе буду, питбуль гуляет, а ты за руку держи. Не кричи на питбуль, а тем более питбуль без поводка и без намордника. Ты что делаешь? Так вот, он говорит, иди. Сейчас посмотрим. Вот это вот с правой стороны, она, вон я вижу горку. И он говорит, а я же ничего не умею. Можно у тебя буду жить? Он говорит, хорошо, я тебе буду платить немножко. Немножко тебя буду уважать, а ты живи на моей земле и на меня работай. Собственно говоря, вот, подарок оказался не подарком. Ну, или не совсем. И не мне судить. Дети за забором на площадке играются, а у нас конспирация, ребятки. Думаете, Сан-Пелегрино, да? Минеральная вода? А, сейчас. Я не знаю, какие у них здесь законы, но, по крайней мере, я вышел с детской площадки. Я сижу в парке. Сижу, конспирируюсь. Ваше здоровье. Какой-то подозрительно вспененный лимонад у тебя, Сережа. Так, дети бесятся. Маечка, аккуратно. Маша ищет парковку на завтра, едем в Балтимор. Так и нашла. Южногейская улица, не поверьте. SouthGayStreet. Южногейская улица. Что бы я так жил, хотел сказать. Не, не надо, уж, пожалуй. Не каждый день. Каждый день паркуешься на Южногейской улице. Наши первые коммуникации с детьми американцами. Что-то там Нейт с ним вообще корешами стали почти. Майки просто бегает. Нейт с ним прям играется. Майки подбегают и говорят, папа, сделай динанани. Ну, я рожки, короче, за ними побежал. Они все троем от меня сваливают. А ну-ка, динозаврик! Быстро-быстро, все троем побежали, динозаврик! Поймаю динозаврик, поймает, поймает. Майки папа уже поймал. Быстро-быстро-быстро. Американец тоже динозавра боится, оказывается. Реально что-то? Он там на английском болтает. Натанчик ему что-то нет, нельзя, что-то туда-сюда. Он троем играет, бегает. Натаниэль! Да боже ж ты мой! Я говорю, дай руку, папа не знает, куда идти. Он говорит, я тебе покажу, вон туда. Другая площадка. Маша осталась с Майком там, а этот захотел на другую. Заходь, заходи, быстро, иди следуй. Тут вот такая другая площадка, вау, с рулем. Боже мой, вы бы видели это, скатывается. Вот здесь игрушка чья-то. Натанчик подбежает и говорит, мама купил. И стоит головой показывает, да, мама купил. Мы говорим, нет, мама не купил. Он говорит, я понял, мама не купил. Но потом мама купил. Мама потом купил. Говоришь, да, у тебя в садике же есть такая. Он говорит, да, но мама потом купил. Окей, мама потом купил. Потом как-нибудь. Он говорит, я не знаю, вот чувак, если он не вырастет и не будет самым крутым маркетологом, он впарит. Я не знаю, он мертвому карнавальный костюм впарит. Я на полном серьезе. Я же вам говорил сегодня с утра, Марусе просто настолько это кафе нравится. Если она сюда не переедет, так она будет здесь каждый день кофе покупать. Мы завтра уезжаем, она решила сегодня зайти купить хороший, холодный кофе, поставить его в холодильник, чтобы с утра, когда я уже с машиной приехал, которая у нас на вокзале 4 ночи куковала. Что там? Нет, леечку мы не берем. Иди, мочи ручки. Дома можно. Стой. Стой здесь. Стой, 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 стой. Выходи, выходи на дорогу. Не смотри, братик упал. Братик упал? Почему? Ты упал? Хорошо, папа стульчик уберет, вставай. Вставай. Так вот, Маруся пошла сейчас кофеек взять, чтобы я завтра машину пригнал. И мы сюда не подъезжали, ибо здесь с утра не припаркуешься, завтра рабочий день. Мама, мне больно. Где больно? Покажи. Где? Где? И что мне надо сделать? Что надо сделать? Поцеловать. Поцеловать? Да. Где? Давай поцелую. Где поцеловать? Вот так. Где? Здесь? Мама, молодец. Леечка? Нет, мы Леечку не трогаем. Мы Леечку не трогаем. Мы Леечку не трогаем. Только дяденьки можно, да? Мы не трогаем Леечку? Тоте и дяденьки. Тоте можно и дяденьки? Да. Хорошо. Так, ну мы направляемся домой, время уже... Время полвосьмого. Это мусор. Да, это нельзя трогать. Умничка. Это можно. Это можно. Фух. Слушайте, клево время мы провели в Вашингтоне. Мне очень прям понравилось. Прям нереально. Куда нельзя ходить? За пиявки, а? Куда нельзя ходить? Где мы живем? Кто покажет? А то папа не знает. Где? Нет, вон там. Говори бай-бай. Смотрите, я сейчас реально понял, что это не мое. Видите вот этот садик? Смотрите, вот люди. Вон они. Сидят, тусят. Стол, стульчики. Вон они. Я вам сейчас покажу. И я вот иду. Что? Слышь? Где больно? Мы спать идем, да. Так вот, смотрите. Ой, полис, полис. Смотрите, полис. Метрополитен полис. Так вот, к чему это я? Вот они сидят во дворе. Шашлыки условно жарят, выпивают и все такое. На виду у всех. Нет, они дома. И в моем понимании, как бы, как я себе это вижу, у нас это называется бэк-ярд. Бэк. Ключевое слово. Ярд. Позади дома. Больно. Да где тебе больно? Ты хочешь ножками идти? Поцеловался. Так вот, бэк-ярд. Бэк-ярд должен быть сзади дома, чтобы тебя никто не видел. Бэк-ярд. 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 Продолжение следует...